Здравствуйте! В прямом эфире актуальное интервью в студии Евгения Баженко. В 2020 году начнется строительство горно-обогатительного комбината для переработки редкоземельных металлов Тамторского месторождения, которое, напомним, находится в Оленёкском районе Якутии. Сегодня у нас в гостях директор управляющей компанией «Восток Инжиниринг», которая занимается освоением месторождения Сергей Сергеенко. Здравствуйте, Сергей Леонидович! Доброе утро! Скажите для начала, в чем уникальность Тамторского месторождения, какие редкоземельные металлы там обнаружены? Тамторское месторождение считается достаточно крупным по своим размерам. Основные полезные ископаемые – это, конечно, не обе, и редкоземельные металлы. Всего их 13. Из таких основных можно назвать. Это не один в Празе, а один в Европе и Самаре. Скажите, пожалуйста, в каких отраслях экономики будут использоваться вот эти ископаемые? Ну, это все высокотехнологичные отрасли, в первую очередь, в нашей отечественной. Это авиастроение, ракетостроение, приборостроение. Много используется в альтернативной электроэнергетике, в атомной промышленности, а также химической. Ну, элементарный пример, очень яркий. В любом смартфоне порядка 9 миллиграмм редкоземельных металлов. Такой редкоземельный металл, как и в Европе, он отвечает за красный цвет вашего экрана. Вы уже сообщали о том, что после георазличных работ первоначальная оценка запасов увеличилась 10 раз. Сейчас о какой цифре можно говорить? Смотрите, на текущий момент на государственном балансе металлов состоит всего лишь 1,5 миллиона тонн руды. Их разведали еще в 90-х годах прошлого столетия. В течение с 2014 по 2017 год наша компания провела детальную разведку месторождения и его изучение. Сейчас все материалы отражены в технико-экономическом обосновании постоянных разведочных кондиций. Сейчас эти материалы в объеме 17 томов и более 2000 листов только печатного одного текста находятся в Государственной комиссии по запасам. Над ними работают эксперты. Наверное, озвучивать какие-то данные, наверное, преждевременно. Пускай эксперты и наши специалисты придут к единому мнению, и в мае-июне мы ожидаем защиту запасов, постановку на баланс. Но уже сейчас можно, если говорить об общей цифре, можно сказать, что не менее 10-кратного прироста по объемам руды там есть. А какое научное учреждение занимается оценкой? Ну, в первую очередь, наш ведущий Всероссийский институт минерального сырья ВИМС, город Москва, это профессионалы высокого уровня. Они со времен еще Советского Союза занимались редкоземельными металлами и нашими историками. Горнообогатительный комбинат будет построен в Краснокаменске, Забайкальском крае, да? К какому году ожидается выход на заявленную проектную мощность 200 тысяч тонн? Ну, мы ожидаем ориентировочно 22-23 год. Вообще, если говорить о датах, то дата ввода в эксплуатацию нашего предприятия, она определена лицензионными условиями. Это 2023 год. Мы немного опережаем график. Сейчас у нас есть дорожная карта реализации проекта. В 2018-2019 году мы произведем проектирование горнообогатительного предприятия, пройдем все экспертизы и слушаем. В 2020 году запланированы строительно-монтажные работы на месторождении. И в 2021-2022 году это уже запуск предприятия и начало перевозки руды. В 2022 год, скорее всего, на него на ориентироваться. По мере разработки проектной документации даты могут немножко корректироваться. Понятно. А расскажите о маршруте. Насколько мы знаем, он поменялся. Первоначально планировалось через Нижний Бестях. Ну, хочу еще раз отметить, мы планировали в четырех направлениях. Было четыре маршрута. Мы ничего не меняли, не было однозначного маршрута принятого. Было четыре маршрута с различными направлениями и видами транспорта. Каждый маршрут был подвергнут тщательному анализу, экономическим расчетам, протянут через комплекс технологических, логистических, экологических рисков, оценен на всесторонние. И на текущий момент можно сказать, что вариант логистики руды через порт Хатанга это, во-первых, экономически обоснованно, во-вторых, это маршрут с наименьшими рисками. Более того, мы по максимуму используем уже существующую транспортную инфраструктуру как в Якутии, так и на Таймыре, где мы придем. Ну, а в Хатанге уже действующий арктический флот нам руду перевезет в один из терминалов, где есть железнодорожные сообщения, дальше по железной дороге руда поедет в место переработки. Скажите, вот редкоземельный металл, это все-таки особые перевозки, они требуют особых условий. Какие меры безопасности будут приниматься на маршруте? Ну, руда, хочу сразу отметить, мы изучили руду полностью, да. Руда Томзорского месторождения не является опасным грузом. По своим характеристикам радиационным она относится к первой транспортной категории. Это означает, что ее можно перевозить любым транспортом, автомобильным, железнодорожным и даже авиационным, и даже в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Это нужно признать. Но руда будет упакована на месторождении гербетичные биг-беги. Сейчас мы проводим испытания выборов производителей поставщика этих биг-бегов. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Обычные перевозки, которые производят по всей России в миллионами тонн. То есть на этот счет можно не волноваться? Нет, не надо волноваться, ничего страшного нет. Естественно, это будет все в соответствии с техническими нормами регулирования в Российской Федерации. Есть контролирующие органы, есть на предприятии будет производственный контроль. Я думаю, ничего страшного там нет. Скажите, вы говорили, что в мае 2018 года начнутся проектно-изыскательные работы на месторождении. В этой связи какие будут созданы новые рабочие места, сколько? Если говорить о самом ГОКе, то только горное предприятие и транспортный комплекс мы оцениваем порядка 500 новых рабочих мест. Нужно понимать, что вокруг этого предприятия еще создается энное количество рабочих мест в подрядных организациях. Потому что людей нужно кормить, людей нужно одевать, обслуживать, нужно доставлять продукты питания и так далее. Поэтому обычно с основным работодателем приходит еще подрядная организация со своими рабочими местами. А местное население планируете привлекать к работам? У нас и политика основана на том, что приоритет в трудоустройстве получают жители Оленевского района. В будущем это Янобарский район и вообще республики Якутия. На текущий момент могу привести пример. У нас все работники практически нашей компании являются жителями Якутии. На самом месторождении у нас все работники живут в Оленке и в Жиринде. Все местные, никого привозных нет. Все работают по вахтовому методу, обеспечены питанием, жильем, комфортными условиями. Вы готовите как-то кадры? Кого? На текущий момент еще рано говорить. Мы перед запуском, когда будут определены уже рабочие места конкретные, будет произведен набор. Если будет не хватать, то, наверное, мы будем готовить специальную программу о повышении квалификации, переобучении и приеме на работу. В Ултумене недавно поднимался вопрос о том, чтобы привлечь к наблюдению за деятельностью компании местное население, провести аналогическую экспертизу. Как вообще местное население воспринимает проект положительно, с опасением? Мы ведем очень открытую политику в этом отношении. Ежегодно, а то и по несколько раз в год мы встречаемся с местным населением, в Желиндеево, в Оленьке. Я считаю, что у нас полный контакт с населением. Мы постоянно вывозим людей на месторождения, это и Совет Старейшин, и общественников, они посещают месторождения, смотрят. Мы рассказываем людям о ходе проекта, о наших дальнейших планах. Более того, наша компания зарегистрирована в Оленьке, мы платим там налоги. Мы активно участвуем и в социально-экономической жизни, так сказать, и в культурной жизни, поддерживаем молодежное творчество. Я думаю, у нас сложились очень конструктивные отношения с Оленьевским районом, мы будем их дальше развивать. Глава Оленьевского района Александр Иванов недавно выступил с инициативой акционировать компанию, которую вы руководите, и передать акции частично в собственность республики, частично в собственность Оленьевского района, администрации Оленьевского района. В общем, по аналогии с компанией Алроса, восьми улусами Алмазной провинции, ваше отношение к такому предложению? Ну, что можно сказать? Считаю, что этот вопрос еще рано поднимать. Мы получали предложение от республики, его рассмотрели. Сейчас, наверное, рано отделить шкуру неубитого медведя, потому что, как я уже говорил, технико-экономическое обоснование вообще, о разработке данного месторождения, оно еще не утверждено, его параметры не ясны. Давайте немножко подождем, и позже будем это уже обсуждать. Каков объем на сегодняшний день добычи редкоизмельных металлов в России и в мире? Ну, в России, если говорить о России, то объем добычи достаточно ограничен. Я знаю только одно предприятие на территории России, это Лавозерский ГОК, который производит в Мурманской области, который производит концентрат редкоземельных металлов, но его объемы не позволяют закрыть потребности даже отечественного рынка. Ну, говорить о рынке достаточно объемный, ну, можно сказать, что монополистом, монополистом на международном рынке являются китайские производители. Вот, и 90% редкоземельных металлов наша промышленность экспортирует, импортирует, вернее, из Китая. — Скажите, пожалуйста, а вот с началом выхода на проектную мощность, в общем, когда все заработает, можно ли будет сказать, что рынок редкоземельных металлов никогда уже не вернется к прежнему состоянию? — Ну, несомненно, какое-то влияние на мировой рынок мы повлияем, но что можно сказать, да, наверное, говорить о каком-то мировом лидерстве, основываясь только на одном нашем месторождении, рано. Я думаю, что мы закроем полностью отечественное производство стратегическим сырьем, сейчас надо запускать предприятие в эксплуатации, там будет видно. — Спасибо, Сергей Леонидович. Напомню, что в студии работал Евгений Баженко, в эфире было актуальное интервью. Субтитры создавал DimaTorzok